Здравствуйте, меня зовут Ирина Кимакова и сегодня я расскажу немного о себе и своих книгах. Я начала писать стихи всерьез в 2014 году, это было 7 лет назад, когда, наскучив бытом, семейной жизни, немножечко под устав от работы, я как-то бродила на просторах интернета и совершенно случайно забрела на один из многочисленных литературных сайтов, не буду называть, что это за сайт. И мне понравилось, что там начинающие и поэты, писатели публикуют свои рассказы и стихотворения. Я заинтересовалась и отправила туда одну из своих юношеских. Мало было опытов, но были и юности тоже. Ну и лаборатор сайта, создатель сайта Олег пригласил меня туда. Надо сказать, с тех пор, я помню число, это было 2 июня 2014 года. Вот 7 лет будет как раз скоро. Он пригласил меня на свой сайт, он даже сам зарегистрировал. Так и начала писать стихи. И не просто писать стихи, а работать со стихотворениями. Но и самая большая моя удача, то что на этом литературном сайте я нашла настоящих друзей. По прошествии 7 лет могу с уверенностью сказать, что один из 9 этих стал моим настоящим другом, учителем, редактором. Это Сергей Чинаров из Санкт-Петербурга. Он член Союза журналистов, поэт. Мы в тандеме работаем уже почти 7 лет. За это время я стала членом Союза писателей России. Это произошло в 2017 году. И выпустила три сборника стихотворений. Причем мне хотелось, чтобы это были именно сборники, не брошюрки какие-то там, которые мы могли и на работе сделать, и заламинировать обложку, притомать название. Чтобы это была настоящая книга с идентификационным номером, которая была бы зарегистрирована в книжной палате. Я обратилась в издательство «Лоция» города Архангельска, в Кемаре Валентиновне Овчинниковой. И именно она помогла мне в издании всех трех моих спорников. Первая книга, она называется «Вот так и жить», вышла в 2015 году в издательстве «Лоция». Вторая вышла в 2017 году. Этот сборник назывался «Человечная деревня». И третья моя книга вышла совсем не так давно. Ну, это книга лирики, книга осени. Она вышла осенью 2020 года. С тех пор я продолжаю работать над стихами. Как раз сегодня систематизировала, собрала все свои новые стихотворения. Их получилось 15. Тех, которые достойны, могут быть, на мой взгляд, быть опубликованы в следующей книге, которые я пока не планирую. Но, надеюсь, все будет. Также у меня есть множество неизданных рассказов и очерков. Тоже надеюсь, что книга когда-нибудь появится. Ну, и я хочу прочитать вам несколько своих стихотворений, поскольку об авторе суде не по его рассказам о биографическом пути и творческом пути, а по его произведениям. Мои стихотворения апрельские. В желтых брызгах солнце с горок млеет. Яркий, как на выход бабий плат. Робкий в день такой, сто крат смелее. А без крылой, веришь ли, крылат. До весной мало ли чудесно. По бреду искать вокруг села. Ивушка, апрельская невеста, Вся в пуховках нежных обмерла. Клювики тугих набухших почек Прячутся за дымкой до поры. Птицы в поднебесье ладят почерк, Вьются в заветерье комары. До темна любуюсь, до озноба. На реку взойдя на веритье. Всюду жизнь в такие дни особо. В бесконечность верится ее. Благовест. Ординарный, в общем-то, замес. Мать с отцом не веры, а бабуля По весне тревожит спящей Юлей. Красит яйца, и Христос воскрес. Не умом впитала, но душой. У божницы свечка в хлебной корке, До молитва бабушки. За створкой при открытой двери. Хорошо? Детский глаз и дразнит, и манят Сладкие изюминки на Пасхе. На крыльцо, выскакивая наспех, С колокольней благое звонят. Ветро вздох, касание крыла, И куртина в темных платьях елок, Как толпа притевших богомолок, В ограды цирка замерла. Было-то, мог хрест в каком году, Только ручейки сел за руну, Тоненькими пальчиками струек. Травы прошлогодние плетут. Вот так и жить. Вот так и жить. В обычной выходной, в халате старом, Наплевав на моду, Покыскать на крыльце кота за броду, Ругнуть беззлобно, запустить домой. Вдыхая листьев прошлогодних прель, Послушать чаек крик на ближней ляге, Поставить под поток рядочком фляги, Открыть ветрянки на дворе апрель, Потом смотреть на капли по стеклу, Как тянется сугроб промоксом шлейфом. Толкунчики, как маленькие эльфы, Легонько вьются у крыльца тепло. Помыться в баньке, почитать стихов, Напиться мурсом местного разлива, Потом уснув, довольны и счастливы. Вот так и жить. Субтитры делал DimaTorzok